В предыдущих сериях И этот план я назвал Легендарное освобождение Докси, а тебе тоже не хочется воевать? Если честно, то да Окей, я вам помог поймать Осталось только найти Симку И тогда пророчество точно не сбудется Этим ты и займешься Привет, мой милый друг Придумывая первую серию сказки Кошки против собак Я и подумать не мог, что сериал затянется Аж на целых 5 серий Идеи для каждой серии лезли в голову сами И честно признаться При написании каждого сценария Я все время ощущал такое чувство Будто сам в первый раз смотрю фильм Который так долго искал И вот ребята, вы дождались Финальной серии сказки Кошки против собак И чтобы не затягивать вступление Перед началом я хочу попросить вас Друзья, подписаться на канал Поставить лайк этому ролику И оставить любой комментарий А если ты вдруг не смотрел Предыдущие части Кошки против собак То советую перейти По всплывающей подсказке сверху И познакомиться с миром Великого противостояния С самого начала Я обещаю, что будет интересно Ну а мы начинаем Генерал Симба Вместе с самыми отъявленными И боевыми котами Незаметно пробирался К вражескому штабу генерала Гавса Каждый кот отряда понимал Что это очень важная миссия И они обязаны во что бы то ни стало спасти И освободить Бокки и Симку Для достижения победы В противостоянии кошек и собак Партизанские коты Приблизившись к главному штабу Передавали по рации Четверо вражеских собак Находятся около входа в штаб Еще троих мы видим в коридоре здания Охрана сильная Значит они что-то охраняют важное Вас понял сержант Пушистик Мы так и знали Что для охраны капитана Бокки Они выставят сильную охрану Действуем согласно плану И ждем команды Генерал Симба Замаскировавшись в кустах С отрядом боевых котов Перед началом штурма Воодушевленно решил Поднять дух бойцам Котоварищи Наша главная задача Освободить Бокки и Симку Поверьте мне как коту Который участвовал В огромных количествах сражениях Эта битва будет Самой легендарной и воинственной Чем какая-либо другая Каждый кот будет записан В историю великого противостояния И когда-нибудь наши дети Или даже внуки Будут гордиться своими Мужественными предками Которые ценой своих жизней Не жалея хвоста и усиков Шли на спасение своего кошачьего вида Пусть всех нас благословит Вискос И каждый сегодня вернется В свою мягкую кроватку С чистыми мыслями свободы и победы Вы готовы Остаять честь всех котов И ворваться к врагу? Да, готова, генерал Ну тогда Вперед! Самые сильные коты Резко выпрыгнули Из кустов с криками Острейшими когаточками И бросились в атаку На сторожевых собак Находящихся около входа в штаб Собаки от неожиданности Растерялись И некоторые даже заскулили И убежали от столь ярых кошачьих криков Коты бросились зубами и когтями В самых грозных и бесстрашных генеральских собак И началась жесточайшая битва Между кошками и собаками Коты один за другим нападали И кусали псов А те тем временем звали поддержку И защищались как могли Огромная армия котов Наступала к воротам штаба Крики не переставали издаваться Как вдруг С обратной стороны здания Пришла вражеская поддержка Из целой армии боевых псов Коты-водолазы Вперед! Крикнул генерал Симба И из пруда рядом Начали выходить водолазные коты Которые должны были отвлечь Приближающуюся армию собак На себя Чтобы дать больше времени Остальным котикам Проникнуть в штаб Но собак все было больше и больше И коты еле сдерживали их Один из котиков Подбежал к генералу Симби Генерал! Собак все больше! Нам нужна поддержка с воздуха! Фейерверки! Вдруг в небе начали стрелять И свистеть петарды и салют Отчего некоторые собаки Испугались И спрятались в кустарниках Неподалеку Жалобно смотря в небо Но самые бесстрашные Продолжали биться И защищать штаб От котов Барсик, Дэйзи, Маркиз И Мурзик Со мной врываемся в штаб По команде Коты не отступаем Держимся ближе друг к другу! Кричал генерал Симба Бегая и кусая собак В хаосе Творящимся перед зданием штаба Свисты фейерверков Оры котов Рычание И лазь собак Не переставали! Симба вместе с отрядом Приближался ко входу И почти проник Внутрь штаба Как вдруг Из здания выходят Огромные И злые собаки И встав прямо Перед Симбой Один из них сказал Сам генерал Симба явился Сейчас мы проверим Твою шерстку на вкус Ты сломаешь зубы От меня, глупец! Сказал Симба И с криком Бросился прямо на пса Собака извернулась И Симба пролетел мимо И ударился об стену Пес хотел схватить кота зубами Но в этот момент На его спину Запрыгнула ярая белая кошка И укусила его Сильно-пресильно Это была Соня Пес, крутясь на месте От боли Пытался скинуть ее Но ударился головой Об косяк двери Заскулил и убежал Нужна поддержка, генерал? Как никогда раньше, Соня! Врываемся внутрь! Крикнул Симба И несколько котов И кошек Забежали в штаб Симка и Докси Уже издалека Услышали громкие Оры котов И лай собак И спешили туда Что там за битва такая? Я не знаю Но мы должны Прекратить это Как? Что мы сделаем там? Мы же еще совсем маленькие Мы единственные Кто дружит Между кошками И собаками И сможем защитить Друг друга Перед своими же И еще нам надо Прибежать туда Раньше Гизму Я думаю Что он может Натворить что-то ужасное Симка и Докси Пробирались сквозь кусты К доносящимся к ним Звуком битвы И вот они уже Вышли на дорогу Которая вела прямо В штаб Перед ними Была картина Огромного количества Собак и кошек Сражавшихся Между собой О господи Какой кошмар Мы не сможем Даже близко подойти Нужно найти Генерала Или маму Ты знаешь Как можно пройти Внутрь незаметными Под штабом Есть проход Мне его папа показывал Там как раз Только щенки И котята смогут пройти Взрослые Не пролезут Пошли туда Скорее Они обходили Битву стороной И продвигались Куда-то в заросли Докси Раздвигал Лапами траву А котенок Пробирался за ним Пока они не вышли На старое крылечко Как мы отсюда Проникнем внутрь штаба Смотри Сказал Докси И показал На поломанный пол В котором Было какое-то Отверстие Нам нужно Проползти В этой пещерке До конца И тогда мы Выйдем в подпое Штаба А оттуда Мы можем выйти И в само здание Щенок Начал пролезать Внутрь А за ним Симка Внутри Корчась И кряхтя От тесноты Прохода Симка Сказал Докси Мы должны Сказать Своим родителям Прекратить Сражение Понимаешь Так совпало Что твой папа Самый главный Среди своих А мой папа Самый уважаемый кот Среди своих Кого как ни нас Они послушают Мы можем Повлиять на войну Хоть это и страшно До мурашек Но ради наших родителей Мы должны рискнуть Иначе может Случиться страшное Что может случиться В любой войне Есть проигравшие И победившие И если мы Ничего не сделаем То можем Потерять наших родителей Ты же тоже мечтаешь Прекратить войну Жить в мире Среди кошек И собак Если раньше Не было таких Как мы Которые хотели Остановить войну То сейчас Мы можем Наглядно показать Что можем Дружить на своем Примере Может они Одумаются Наконец Это наш шанс Гизмо Туда Оставив Никогда Никогда не мог Наглядно Загорелась Комната Выбираемся Выбираемся Наружу Сейчас Задохнемся Крикнул Генерал Гавс И вылез В окно На крышу Штаба Все кошки И собаки Начали чихать И кашлять От дыма И последовали За Гавсом Наружу В комнате Стало так Много дыма Что можно было Еле-еле Открыть глаза А дверь Через которую Они зашли Начала гореть Все коты И собаки Выбрались Через окно На крышу Боки и Соня Выбирайтесь Отсюда Мы их задержим Нет генерал Я вас Не оставлю Не так быстро Сказал Гавс Приближаясь Котам Это будет Наша Финальная Битва И пусть Победит Сильнейший Готовый Спросил Симба У котов Рядом А как По-другому Тогда Вперед Скрикнул Симба И бросился На Гавса Шипя И разбрасывая Когтями Соня С другими котами Не мешкая Кинулись На других Собак В бой Боки И Симба Пытались Укусить Гавса Но тот Уворачивался И уклонялся От нападений И пнув Симбу Лапой Тот Отлетел В сторону И сильно Ударился Боки На реакции Царапал Гавса И подняв Спину Как можно Выше Шипя Смотрел Ему Прямо В глаза Здание Начинало Дыметь Все сильнее И вот На крыше Под огнем Находились Легендарные Боки И генерал Гавс Стоящие Друг Напротив Друга Пес Хотел Укусить Кота Но тот Отпрыгнул И взамен Этому Царапнул Лицо Собаке Гавс Снова Попытался Укусить Боки Но кот Опять Отпрыгнул И повторил Царапины Пытаясь Проморгаться Гавс Смотрел На Боки И готовил Следующую Атаку Как вдруг Они услышали Папа Из соседнего Окна Выходит Докси И Симка И подбежав К ним Встали Напротив Своих Отцов Симка Докси Перестаньте Вы не должны Сражаться Что ты говоришь Симка Вы должны Одуматься Посмотрите Вокруг Коты И собаки Дерутся Только потому Что вы им Говорите Это делать Вы же можете Все остановить Папа Тебе просто Дать команду И все А тебе Папа Тоже ничего Не стоит Оставить гордость И изменить Все Вы посмотрите На нас Мы дружим И сказать честно Такого друга Как Докси У меня Никогда Не было Хотя мы Внешне Различаемся Но у нас Много общего И мне нравится Дружить с Симкой Он никого Никогда Не обидит Но это не значит Что он просто боится Он очень храбрый Котенок Какую жизнь Вы бы хотели Нам дать Неужели Вам хочется Чтобы мы Продолжили После вас Выливать Война Разрушает В нас Все самые Важные Качества Которыми Обладают Дети Это добро И любовь А с возрастом Им в головы Бивают мысли О жестокости И грубой силе Мы просим вас Остановитесь Воевать Послушайте нас Капитан Бокки И генерал Гавс Посмотрели Друг на друга Кот Глядя в глаза Собаки Сказал Я не могу Заставить Всех котов В мире Прекратить войну Но может быть Мы бы могли Стать для других Примером И эта война Действительно Когда-нибудь Остановится Как бы глупо Это не звучало Но я тоже Думаю Попробовать жить Если не в мире То хотя бы Без войны Нееет И сдался Откуда Не возьмись Крик И кот Гизмо Приземляется Рядом С Бокки И сталкивают Его С крыши Дома Бокки Успел Зацепиться Лапками За край Крыши Но Та же трясло В воздухе Все коты И собаки На земле Тоже увидели На крышу Вспышку И остановились Сражаться Свет Начал гаснуть И Соня Приподнялась Она проморгалась И увидела Как Бокки Поднимается Обратно На крышу А Симка Ему Помогает Она Подбежала К ним И целуя И обнимая Вся в слезах Не могла Поверить Во все Что только Что произошло А Симка Посмотрел Вниз С крыши Чтобы понять Куда делся Гизмо Его нигде Нет Как будто Испарился Это был Супер Мега Кусь Я слушал Про это Сказку От бабушки Когда был Еще совсем Маленьким Невероятно Оно Реально Но я Никогда Не мог Себе Представить Что Эта Сила Будет Использована От котенка Против Кота Симка Стоял На краю Крыши И смотрел На всех Стоявших Рядом И вдруг Он услышал Симка 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 Это Скандировали Его имя Коты Внизу А дальше Котенок Посмотрел На папу А отец На него И со слезами На глазах Дергая губами Трогательным Голосом Сказал Я горжусь Тобой Сына Ну а на этом Вся сказка Подошла К концу И если вам Дорогие друзья Понравилась История Кошки Против Собак То поставь Лайк Этому ролику И оставь Любой Комментарий Скажу вам По секрету Одну вещь Если будет Слишком Много Просьб О том Чтобы я Сделал Второй Сезон Этой сказки То возможно Я этим И займусь Так что Не мешкай Пиши Хочешь ли Ты Второй Сезон Не забудьте Подписаться На мою Группу Вконтакте При достижении Моим Каналом Одной Тысячи Подписчиков Я устрою Там Розыгрыш И разыграю Деньги А так как Пока Очень мало Человек Смотрит Мои Сказки То ты Легко Можешь Выиграть Поэтому Подписывайся Прощание Сказочное Идет Но Надо бы Уже Прощаться Надеюсь Я создал Уют В твоей Душе Мой Милый Друг Мои Русс Русс Мои 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 дох